вот вы сказали что очень боялись там да и но это же по сути постоянный такой стресс потому что я так понимаю что вы каждый раз боялись это это же даже невозможно вот ехать на по сути каждый раз ты едешь на верную смерть и ты же не знаю что этом штукнет ему в голову не зата на то что там какие-то сложились ними отношения не тому же как-то не дефицировали но это война то есть как бы они они находятся тоже вот в таком неустойчиво эмоциональном состоянии и вот ну как как вы этот страх преодолевали вот что что вам давало силы преодолеть этот страх ну моя вера в бога мой папа тогда был живой он умер ну на пасху в двадцать втором году но сердце его остановилась хотя он был молодой и мы с отцом просто вставали утром на колени молились перед тем как я ехал и я знал что пока я там отец во меня молится и это помогало мне я просто когда ты туда едешь тоже один едешь машине никого нет и вот это зам знаете этот серая зона на семь километров было от шпить кив от блокпоста до блокпоста на въезде в михаил рубежов а там еще такие знаете повороты вот червоный хутор если вы там ездили знаете там такие затяжные повороты и вот ты едешь и вот чтобы страх вот этот побороть ты просто молишься вот я молился псалмами давида да я их детство знал и знаю и просто псалмами давида молился я ведь чувал тогда и сейчас когда то есть ну такое присутствие большое было и это мне помогало потому что самое главное чего я не хотел показать россиянам я не хотел показать им страха и не хотел чтобы они увидели во мне и когда я вот чем ближе я наближался к посту российскому я стоял старался вот больше расслабиться улыбаться до показать что у меня все вообще супер и вообще здесь ничего не происходит я вот так вот выехал тут за хлебушком да и вас тут случайно встретил то есть вот я себя так настраивал каждый день потому что они получали большое удовольствие когда они видели страх в глазах людей а были такие моменты когда ну у меня был что один мужчина просто описывался когда они они начали документы брать и начали ему задавать вопросы и попросили повернуться и это нормальная но реакция наверное для человека он думал что его просто сейчас убьют и он обмочился они очень долго смеялись над этим то есть вот вот они получали от этого удовольствия хотя мужчина был лет 60 уже такой в возрасте какое не было отношение вот когда вы когда вы забирали людей наших и везли назад то есть я так понимаю что с какого-то момента начала работать какая-то цыганская почта там ну да что что вот есть такой человек который вывозит там да и они начали каким-то образом на вас там выходить там или или но смотрите каждый день я записывал у меня так и не остались прямой эфир перед тем как выезжать я просил людей молиться за меня фейсбуке и знаете потом уже как когда после до оккупации через полгода одна женщина пришла ворзеле на мероприятие которое мы проводили рассказать я была в такой депрессии и когда я нашла случайно говорит фейсбуке начал смотреть ваши эфиры я вышла из депрессии мне надежда появилась что ну ну есть надежда что все будет хорошо что люди выедут что помощь будет доставлена я каждый день записывал прямой эфир и когда ехал и когда выезжал я показывал кого я вывез потому что люди искали звездка набуло и так далее то есть вот это вот вот так ли потом уже было просто сотни этих поведомлень путем богата кого я уже в спаме нашел вот пройти люди просьбы людей там кому-то привезти хлеба кого-то вывести потому что просто фейсбук разрывался в сообщении я добавлю ну как раз два момента во первых это очень помогло то что кости были все эти истории записаны то есть никогда еще на сценариям работал было удобно было идентифицировать кого встречаться находить людей когда что-то хронологически случилось а второй вот очень важный момент вот этот по поводу надежды потому что мы же фильмы буча мы хотели как раз первую очередь показать что про надежду как у куку поярвая как украинцы объединились все в начале войны что и также сундарит показывает именно не да там есть трагические моменты но показывает как раз вот эту позитивная линия в чем что он дарит надежду показывает что можно объединяться что можно побеждать и что даже в более плохой ситуации то есть к если мы украинцы за возьмемся за ум и объединимся и мы можем победить это как раз вот мне вот когда она спрашивает почему вы хотите показывать фильм украинцам как раз поэтому потому что сейчас все как бы немножко у нас есть такое депрессивное состояние у всех это снова надыхнуться и понять что мы можем делать великие вещи если не срёмся друг с другом то мне кажется это самый главный месседж именно для украины